Очередные жертвы мошенников. Люди платят деньги за поиск работы и остаются ни с чем. Фирмы, которые якобы занимаются трудоустройством, нас попросту обманули, утверждают их клиенты. Подробнее об этом в нашем следующем материале. Найдя в газете объявление компании по трудоустройству, сын Елены Волиной заинтересовался возможностью работать дома. Заключил договор, сделал денежный взнос. Однако курьер не доставил ему материалы для работы в назначенный срок, и парень решил забрать свои деньги обратно. Не получилось, ведь согласно договору регистрационный сбор не возвращается. Более того, при внимательном прочтении договора оказалось, что обязанности фирмы ограничиваются информационными услугами. Мы дали ему деньги на то, что он первый взнос должен заплатить. То есть за то, что ему предоставляется работа, он должен заплатить 200 гривен. Это входит туда, что нам мы должны как задаток дать, фасовать диски. Вот это у нас была такая работа. Но так как курьер ничего не приехал, мы как не звонили, и сюда мы обращались обратно заново. То есть каждый раз нам дается новый телефон, номер нового телефона, который мы звоним, а там абонент недоступен. У этой женщины похожая проблема. Здесь ей пообещали вакансию горничной и, конечно же, предоставили несколько телефонных номеров. Но клиентка до сих пор остается безработной. Один работодатель отказался, славшись на территориальную отдаленность. А еще один пообещал работу, но вскоре пропал. С работодателем созвонились, да, хорошо сказали, работа будет вам предоставлена. Можете с понедельника выходить на работу. Я заплатила 200 гривен, дали мне договор, квитанцию, все, оформили. В понедельник никто не позвонил. Я целый день звонила работодателю. Работодатель был вообще в зоне недосяжности. Звонила в офис, потом звонила диспетчеру. Никто ничего не отвечает. Эти парни только что оформили договор. После того, как разочаровавшиеся в услугах фирмы клиенты обрисовали им перспективы, ребята сразу же попытались вернуть деньги обратно. Но своего не добились. Это так же самое, ты будешь сидеть ждать обзвание, ты будешь на телефоны тратить деньги, тебе так же самое ничего не принесут, как и нам. Мы же две недели сидим ждем, а этого ничего нет. Такие шоу, всех педрят обманывают. Всех педрят, вон женщина такая же самая. Прокомментировать нам сложившуюся ситуацию сотрудники компании не пожелали. А эта девушка еще и пыталась доказать, что подъезд дома – частная собственность фирмы. А свое нежелание общаться с клиентами и вовсе объяснять не стали. Директор одного из ведущих рекрутингов, кадровых агентств Допорожья Татьяна Плечон говорит, что не стать жертвой мошенников очень просто, нужно быть внимательным. Тем более, что в серьезных кадровых агентствах деньги берут с работодателей, а не тех, кто ищет работу. Вы должны понимать, что уважающее себя агентство не будет ютиться в двухкомнатной хрущевке или в комнате в подвальном помещении работать за одним компьютером. Считайте внимательно договор, и в нем должен быть пункт, что либо вам гарантируют трудоустройство, либо в случае, если вас нетрудоустраивает, то вам возможно вернуть деньги. Таким образом, мошенники могут нажиться лишь на тех, кто сам позволяет себя обмануть. Мы уверены, что сотрудники правоохранительных органов не будут отказываться принимать заявления от людей, пострадавших от деятельности подобных фирм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА